Всем привет, YouTube! Меня зовут Миша, вы находитесь на канале про умные гаджеты, и в этом видео у нас обзор вот этих наушников, которые называются Basius W07. Это беспроводные наушники, которые похожи на аналог Apple AirPods Pro, потому что здесь шумоподавление есть, автоматические, в общем, жесты поддерживают, и они еще и вакуумные. Очень похожи на AirPods Pro. Сегодня мы их тестируем, открываем, смотрим, и ссылочку, где их купить, я также добавлю под этим видео. А еще заходите на наш канал, потому что я снимал разные обзоры про вот такие большие наушники, про маленький аналог Apple AirPods обычных, и все это должно уже быть на канале. Также у нас есть обзоры Android 300, колонок, много разного контента. Переходите, подписывайтесь, очень буду вам рад. А теперь вернемся к наушникам. В общем, черный цвет, они есть еще в белом, я выбрал именно черный, потому что это что-то новенькое. Давайте сразу вам вот так вот про характеристики расскажу. Есть водозащита IP55, очень слабая, но от мелких брызг поможет вам. Итак, что у нас по характеристикам? Материал ABS пластик, дистанция, на которой они могут работать 10 метров, в режиме ожидания 120 часов могут находиться, в режиме рабочем. Это 3-4 часа, когда вас встунут наушники, и потом еще 4 где-то зарядки, если вы положили их в бокс, то есть всего 20-25 часов. Достаточно много, я хочу вам сказать. Батарея на 500 мА в боксе и 30 мА, я так понимаю, в наушниках. Полное время зарядки полтора часа, и, собственно, на этом все характеристики заканчиваются. Разумных тут их больше, но на самом деле не особо интересно. Самое интересное это то, что на сайте Алиэкспресса и везде указано, что у них есть система шумоподавления. Я еще никогда не пользовался наушниками системы шумоподавления, я не знаю, как это, но в принципе я понимаю, что он должен на один микрофон воспринимать все, что вокруг происходит, и давать анти-звук, при этом в наушниках его заглушают. То есть мы не слышим всех внешних звуков. И мне очень будет интересно попробовать. Наверное, это не самые лучшие наушники, по которым стоит пробовать такой шумодав и как бы понимать, как оно работает, но как уже получилось. Вот такие наушники. Стоят они около 50 долларов. Немало, достаточно, да, 50 долларов, но и как бы характеристики у них неплохие, поэтому мы сегодня это все проверим. Как я сказал, двойной микрофон, шумоподавление, есть автоматическое подключение, и дабл-тап работает. То есть они еще поддерживают жесты, что они во всех китайских наушниках есть. Type-C у нас кабель, и, собственно, на этом я бы останавливался и переходил к распаковке. Что касается коробки, мне все последнее время нравится, как компания Basius делает коробки. Это прям, ну, какой-то новый уровень, все реально красиво. Вот так вот, видите, наушнички отдельно идут, бокс отдельно. Это, видимо, для того, чтобы пока они едут, чтобы не разрядился, чтобы ничего с батареей не происходило. Я не знаю, зачем это я так ляпаю, что-то, лишь бы что-то сказать. Но я так думаю, догадываюсь, скажем так. Что у нас здесь? Два наушника, бокс, и еще у нас вот такой коробочка. Вот такая коробочка, странное сочетание. Так, и здесь у нас вот такой короткий кабель Type-C, не microUSB, ничего никакое, а уже нормальный Type-C кабель. И также у нас в комплекте есть резиновые заглушечки, вернее, не заглушки, а резинки, которые под разные, в общем, уши. Есть меньше, есть больше. Какое вам нравится, какой у вас размер уха, вы, собственно, вот это все индивидуально себе подберете и поставите. Это, конечно же, хорошо. А мы идем дальше. Короче, здесь у нас что? А, вот такая штука. Тут непонятно, на самом деле, как нужно правильно разбирать ее. Ну, давайте вот эту штуку снимем. И вот у нас наушник, бокс, вот так сразу выглядит, очень рифленая такая поверхность и смотрится, ну, прикольно, прикольно. Не сказал бы, что прям круто, но интересно. А вот сами наушники. Так, вот они, наушники, вот такие, они вообще не маленькие. Я достану сегодня AirPods, сравню с AirPods, обычными AirPods Pro у меня нет. Так, и что у нас здесь? Давайте я положу пока наушники в бокс, чтобы они там, не знаю, зарядились, не зарядились, ну, просто, чтобы лежали. А, да, вот так вот бокс открывается. Крепление вот это не металлическое, пластиковое, обычное. И вот так это выглядит. Здесь еще есть кнопочка. Также в комплекте есть ненужная совсем макулатура. И, как я уже знаю, в наушниках также есть стикеры от компании Basius. Это очень приятно, очень прикольно, реально прикольные стикеры. Можно куда-то их полепить и будет веселее вам. Вдруг, если станет скучно, то залезьте в коробку с этих наушников. Так, наушники кейс. Кстати, спереди есть индикатор какой-то, который для чего-то нужен. Наверное, для того, чтобы показывать, что подключено, что не подключено. Так, давайте зайдем в настроечки и попробуем их подключить, конечно же. Так, это у нас с правой, по всей видимости. Да, кстати, вот здесь на каждом наушнике три контакта. И здесь на боксе также есть три контактика, куда они подключаются, должны и заряжаться. Если перевернуть бокс, то они не выпадают. Это хорошо, то есть они как-то там зафиксированы. Так, ладно, давайте мы их уже оденем в уши. Ну, из-за того, что они вакуумные, то я вам скажу, нормально они так изолируют звуки. У меня себя очень плохо слышно, не то, что все остальное. Нет, я был не прав. Нужно сначала положить наушнички в бокс, открыть крышку и зажать кнопку. После этого они вроде как появились на... Да, и все, они уже подключены. Так, засовываем их так, правильно, левый, да, левый. И правый. Наушники подключены. Сейчас мы будем слушать. Автоматически должен работать шумодав. Так, ну, скриптонит басистый такой трек. Я включил, и достаточно неплохо играют. И, походу, тут есть датчик, который показывает, что они в ухе. Я правильно понимаю? А ну-ка. То есть, я когда вытащил, включилась пауза. И это как произошло? Включилась пауза. Хорошо. Я вставил наушник, а пауза не отключается. Она становится на паузу. Потом я опять засовываю наушник. Может, плохо засовываю? Короче, вот этот датчик, который включает паузу при высовывании наушника, он есть, работает, но совершенно непонятно как. Только в одну сторону. Да, то есть, все, как я и сказал. Если вы слушаете музыку и резко достаете наушник, включается пауза. Ну, а потом уже будьте добры сами включить. Не знаю, как она организована. Я не особо вижу... А, есть, есть один датчик. Ну, давайте его закроем. Да, вот этот датчик работает только на то, чтобы достать. Если вы всунули наушник, он этого не видит. Ну, и, в принципе, это тоже классно. Так, что касается у нас по тапам. Давайте проверим. Играют у нас музыка. По правому наушнику тап. Это плей-пауза. Если левый наушник, то у нас включается голосовой помощник. Если у вас iPhone, то Siri. Если нет, то что-то другое. Еще меня интересует, как переключать треки между собой. И давайте посмотрим инструкции. Короче, как я понял, нельзя переключать треки с наушников. То есть, даже в наушниках вот этих, которые уже обзоры есть на канале, здесь также работает двойной тап. По правому это плей-пауза. По левому это голосовой помощник. А если вот так вот к наушнику положить палец, то следующий трек. А к левому, то предыдущий. И здесь это прикольно было. Наушники, кстати, за 20 баксов. Посмотрите. Но в этих наушниках, получается, только мы можем слушать и только нажимать на паузу, и все. Так, что касается музыки и как они играют. Я уже их нормально так послушал. Абсолютно разную музыку разных жанров. И играют они, ну, я не знаю, но если по 10-бальной шкале, если не пользоваться аирподсами, то вот так вот взять, наверное, 8-9. Ну, то есть, играют они хорошо. Но, что касается шумодава, я так понимаю, что его здесь вообще нет. Потому что я пробовал их в разных условиях включать, и я не слышу этого шумодава. Я не нашел нигде никакой информации в интернете про то, как он включается, возможно, как-то, или выключается, и что происходит. И я нигде не нашел. То есть, мне кажется, что систему шумоподавления, это чисто китайцы написали для того, чтобы улучшить продажи. Да, это хорошие наушники, они хорошо играют, но систему шумоподавления, скорее всего, как я понял, возможно, я ошибаюсь, но это, мне кажется, крайне маловероятно. Скорее всего, система шумоподавления, это вот эти вот затычки, вакуумные наушники. Потому что даже на коробке я стал ее изучать сейчас, и смотрите, что здесь написано. Да, здесь двойной микрофон, Noise Reduction Design, то есть, редактирование шума, как бы шумоподавление, дизайн. То есть, не написано, что технология, которая работает через микрофон, и которая дает антизвук в уши, окружающего снимает и удаляет его. А написано, что здесь дизайн. То есть, я так понимаю, что, скорее всего, вот эти затычки, вот эта вся конструкция, дизайн, это и есть шумодав. И это, мне кажется, чуть-чуть такой обман, знаете, пользователя, потому что, ну, обидно, ты, вот я вам сейчас добавлю ссылочку на Алиэкспресс, где написано, что, если перевести, да, если не перевести, то написано, что система шумоподавления, и это является обманом от компании Basius. Мне не очень приятно, что они так сделали. Это, мне кажется, чисто увеличить продажи и чуть-чуть обмануть пользователей. Это нехорошо, я считаю, но, как бы, моему, то еще моему, как кто-то говорил. Но, учитывая эти все факты, то, что мы знаем про эти наушники, как они выглядят, вот эти все затычки, то мне кажется, что прайс на них немного завышен, если даже сравнивать с вот этими W09. Обзор есть на нашем канале, можете посмотреть. Стоят они 20 баксов, а вот эти наушники 50 баксов. И я считаю, что разница между ними сумасшедшая, потому что вот этих наушников, мне кажется, адекватная цена, это 35-40 долларов, ну, не больше. Потому что 50, мне кажется, это овер до хрена. Я не сравниваю по рынку, я сравниваю по продуктам самой компании Basius. Вот эти стоят 20 долларов, вот эти наушники стоят 20 долларов. Офигенно играют обзор, смотрите. А эти наушники, это как бы, ну, такой себе вариант. Короче, я удивлен, что в интернете нет нигде нормальной информации про их шумодав, что в отзывах никто не пишет, все пишут, что типа хорошие наушники, и все. Про шумодав вообще нигде ничего не сказано. То есть, получается, китайцы изобрели новую технологию шумоподавления, выпустив вакуумные наушники. Вы представляете себе? Технологический прорыв какой. Так, ну, еще единственное, что я тоже не проверил, это как работает микрофон и как работает звонок. Можно ли в этих наушниках общаться с людьми, звонить им? Сейчас мы это и проверим. Так, W07 должны подключиться автоматически. Да, хорошо, хотя бы, что они автоматом подключаются. Это большой плюс. И мы сейчас позвоним кому-нибудь с контакта, у кого-то выберем. Так, 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 так. Звоним, короче, моему брату. Ваш выклак порядок. Позвоним моему другу, который должен, я надеюсь, взять трубку, потому что брат не взял на я трубку. Так, включаем на базе W07. Так. Алло, Леха. Привет. Ты можешь говорить? Слушай, я, короче, тестирую наушники. Ты, кстати, в виде обзор попал. И мне нужно, чтобы ты честно сказал. Нормально они? Ты слышишь меня хорошо? Нормально? Ну, все, тогда спасибо. Давай. Слушайте, ну, вообще, сказал он, что офигенно слышно меня. Вообще вопросов никаких нет. Это очень хорошо, потому что даже Apple AirPods, они не идеальны в этом плане. И так себе там слышно. А в этих, ну, я не знаю, насколько лучше AirPods или нет. Но главное, что меня услышали, услышали мой вопрос и сказали, что наушники огонь. Это очень хорошо. Так, ну, и я обещал показать вам, насколько разница в размере этих наушников. Вот давайте, например, я достаю левый, а здесь правый. И смотрите, то есть достаточно они больше, чем AirPods. Вот такие вот. И сейчас давайте на примере прям проверим. AirPods, конечно, намного приятнее лежат в ушах. Вообще нигде не, как будто их нет. А я эти наушники достаточно сильно чувствую. Ну, там с подушечками нужно еще поиграться, чтобы они подходили идеально. Ну, в общем, вот так вот выглядит Apple AirPods. Вот так вот выглядит Bazeus какой-то там, W07. Ну, что ж, мне кажется, все, что нужно было, я сказал, рассказал про них. В общем, расстроили они меня со своим шумодавом. Это очень некрасиво по отношению к своим покупателям, к пользователям. Если я ошибаюсь, то, пожалуйста, разнесите меня в комментариях, поставьте дизлайк. И скажите, как этот шумодав работает, потому что, скорее всего, его здесь нет. А на этом все. Смотрите также еще видео про другие наушники, гаджеты, Android-приставки. Заходите на наш канал. Буду очень рад вам там, ждать вас буду. Подписывайтесь также на то, чтобы ничего не пропустить новенькое. Но если даже не подпишетесь, то все равно спасибо за ваш просмотр. Все, пока!